Преображение города в лучшую сторону заметно невооруженным взглядом. На многоэтажках и производственных постройках появляются новые граффити. Как идет процесс создания новых арт-объектов, знает Василий Хатанзейский. На неприметном здании появляются очертания портрета сказителя Тыковылки. Рядом с ним уже почти готов арт-объект с изображением художника Прокопия Явтысова. В рамках проекта «Туристический маршрут по Наринмару» на фасадах зданий появляются граффити, которые придают заполярной столице новые краски. Художник Денис Щебеньков профессионально занимается оформлением зданий уже не первый год. Легкими движениями руки вырисовываются очертания художественной картины. На арт-объектах для жителей и гостей региона будут представлены портреты ненецких писателей и художников. Портрет Явтыса. Мы его там рисовали как поэта, здесь как художника. И здесь еще будет Тыковылка. На фоне пейзажей ничего особенного, краткая биография их будет указана. Денис трудится в заполярной столице уже не первый раз. В прошлом году он также рисовал в национальном стиле в районе улицы Ленина и Матросова. Передать весь колорит ненецких пейзажей, а также создать арт-объект на долгие годы для художника не составит труда. Перед нанесением картины стены очищают, грунтуют и окрашивают. Затем на готовый фон наносится картина, а далее она лакируется для лучшей сохранности. Мы здесь постараемся придерживаться того стиля, который задали на тех будках в плане портретов. В плане пейзажей постараемся передать максимальный характер именно оригиналов. Какая-то пастозность, мазочность такая. Идея создать проект «Туристический маршрут» по городу Наринмар пришла Семену Афанасьеву. В прошлом году молодой человек выиграл в конкурсе грантов на фестивале «Мастера гостеприимства» и получил денежные средства на реализацию своего дела. У нас есть одна проблема – это отсутствие достопримечательностей, объектов фоказа, культурного, исторических. И мы компенсируем ее, создавая туристический маршрут с визуализацией народных названий зданий, объектов, создавая арт-объекты, рисуя граффити на зданиях. Создание ненецких арт-объектов направлено на привлечение гостей из других регионов и развитие туристического потенциала региона. Команда сотрудников Центра развития и бизнеса в прошлом году защищала проект на конкурсе «Мастера гостеприимства» и выиграла грант порядка полтора миллиона именно на реализацию вот этого проекта. В рамках вот этого гранта будут нанесены граффити на два объекта и размещены арт-объекты по городу Наринмар. С каждым маленьким, но верным шагом заполярная столица становится все красивее и ярче. Помимо эстетического перевоплощения, новые арт-объекты поспособствуют сохранению истории выдающихся людей Ненецкого округа.